Сегодня в Москве обсудили возможность строительства в Чувашии картофеля перерабатывающего завода. О необходимости увеличения объемов глубокой переработки и сельхозпродукции говорил в своем послании Государственному Совету глава Республики. Подробности в нашем репортаже. В Республике производят картофеля больше, чем необходимо для внутреннего потребления. В такой ситуации неизбежно возникают вопросы сбыта и переработки. Один из вариантов – создание и производство картофельного крахмала. На встрече представитель компании «Ларсон» Ольга Булай рассказала о проекте, реализация которого позволит ежедневно перерабатывать до 45 тонн овощей в сутки. Картофель – это такая культура, которая дает наиболее высший выход продукции с одного гектара. То есть выход денег с одного гектара у картофеля в Республике является, можно сказать, одним из самых высоких. Поэтому нужен сельхозпроизводителям сбыт этого картофеля. Как раз переработка его как раз и даст рост производства как сырья, соответственно, и готовой продукции, которую будет пользоваться не только в Чувашской Республике, но и во всей России. По данным Минсельхоза Республики, около 70% картофеля производится в личных подсобных хозяйствах. Его качество не всегда соответствует стандартам. Если эту проблему не решить вовремя, не заняться вплотную селекционной работой, планом не будет суждено сбыться. Мы готовы как производить семена для внутреннего рынка, также для экспорта. И дальше сами же занимаемся производством продовольственного картофеля. И можем также производить картофель для переработки. Новый завод может обеспечить качественным картофельным крахмалом большинство предприятий пищевой промышленности по программе импортозамещения. Сейчас в России производится только 30% продукции, остальное поставляется из-за рубежа. Новое технологичное производство будет востребовано как никогда. Учитывая, что Чувашская Республика имеет весь потенциал для того, чтобы выращивать картофель, соответственно, и глубокая переработка картофеля там необходима. На совещании обсудили и возможное место размещения предприятия. Лучше строить его на территории опережающего социально-экономического развития или агроиндустриального парка, чтобы инвестор получил возможность воспользоваться налоговыми льготами и преференциями. Производим мы картофель на территории Чувашской Республики. Но хотелось бы, конечно, производить побольше крахмала. Но для этого есть возможность, есть современные технологии, есть желающие. Наша задача в ближайшее время скоперироваться или создать некую такую площадку, где нашли бы свои интересы и производители картофеля, и переработчики, и потребители, возможно, готового уже продукта. В ближайшее время инвестпроект по строительству перерабатывающего предприятия будет детально расписан. Его рассмотрят на одном из заседаний Высшего экономического совета. Татьяна Молокова, Павел Редков, Республика из Москвы.